Здравствуйте, друзья! Я сьогодні у нас очередной гость, и это не просто гость, это математик, который вырос на Слободке в Одессе, но построил завод в Николае. Здравствуйте, Вячеслав! В гостях у нас Вячеслав Симченко. Вячеслав Симченко, директор Миколаевського тепловозу ремонтного заводу. Натура творча та неординарна. Математик за освітою, волонтер за покликанням. Начальные слова. Казимир Петрович Никокоев в глазах всепрощающей общественности. Слово гражданинам, почтенным и семьянинам, вполне добропорядочным. К своим сорока с кусочками годам дослужился он до кабинета на пятом этаже и десятиэтажном здании университета. Учреждение, которое одним внушало страх, другим презрение. Основной массе жителей города Деньгостроевска безразличия. Рассказ «Аккумулятор» Симченко Вячеслава «Одесса. Май 2005 год». Скажите, Google творит чудеса, если забивать правильные слова. Скажите, Вячеслав, вот этот Казимир Петрович Никокоев – это ваш альтер-эго? Нет. Это, в общем-то, мой знакомый, хороший знакомый, ну, даже друг. Вот. И это такой вот дружеский шарф, скажем так, только вот не нарисованный, а прописанный. Ну, немножечко, конечно, оно, как любое, с претензией на художественность, оно не отражает полностью этого человека. Просто некоторые такие вот, некоторые фрагментики. Но просто немножко оно там приукрашено, немножко утрировано, немножко преувеличено, чтобы добавить чуть-чуть красок. Ну, я почитала несколько ваших рассказов, и мне просто образ Вячеслава Симченко, как и директор, серьезный человек. Ну, мы будем дальше говорить, что как-то не очень серьезный иногда. Не очень серьезный. 2005 год. Да, было чуть больше свободного времени. Я знаю, что вы математик по образованию. Да. И занимались научной работой. Ну, потом пришлось все бросить. Ну, из самых таких интересных периодов жизни. Ну, все-таки научную работу вы какую-то дописали. Я знаю, в каком-то одном из интервью рассказывали, что не было денег даже, чтобы распечатать ее. Ну, да, было такое. Не, ну, работа написана не одна. Если честно, я сейчас не вспомню. Там то ли 7, то ли 8 печатных работ. Они, в том числе, за рубежом печатались на научных журналах. В крайней мере, Виталии печаталось, в Америке печаталось. В общем... То есть, когда появились деньги на то, чтобы распечатать, вы все-таки решили вернуться? У меня такой вот тогда период был. Вот это вот конец середины 90-х. Для науки, мягко говоря, но не самый продуктивный. Честно, вот сам себя ломал через колено. Это там душа разрывалась. Вот даже я вспоминаю ваш... Ну, вы рассказывали, что и ночью писали, и хотелось это делать. Ну, это характерно. Это скажет любой человек, кто занимается наукой, либо творчеством. То есть, нет временных промежутков никаких. Нет различия день, ночь. Потому что мозг работает круглосуточно. Потому что, действительно, когда стоят задачи, и ты целыми днями у тебя все равно в голове... Мозг работает, работает, работает. И в какой момент все-таки он доходит до каких-то там заключений. Это, может быть, и день, и ночь. Есть у тебя под рукой ручка, нет. Без разницы. Это, действительно, вот... В каком-то смысле... Ну, это приятные... Приятные моменты были. И, действительно, вот с удовольствием вспоминаю именно вот эту вот работу. Ну, она творческая работа, как любое занятие наукой. И, действительно, когда ты среди ночи, там, посыпаешься, хватаешь ручку... Я представляю, просто себе теория. Во-первых, очень часто и ночами... Там, что называется... Почему вот, говорят, ненормированный рабочий день? Потому что я работал в Институте Академии Наук. И, в принципе, никто не знал распорядок дня. То есть, когда начало рабочего дня, когда он заканчивается. Потому что... Вот... То есть, процесс... Процесс работы, вот, идет, идет. Ну, это не то, что в 9 пришел, начал работать, а в 18... Нет, там, что называется, оно тебе пошло, то ты не замечаешь времени вообще. Ты, вот, пошла, работала, вот, что-то понимал волну, да? И, ну, ты не оторвешься, пока не дойдешь... Пока опять не упрешься, вот. Либо пока не дойдешь до какого-то точки завершения, да, логического варианта, то есть до решения. Либо промежуточный какой-то момент, что ты уперся и опять... Там, бьешься, бьешься, никак, вот, опять уходишь. То есть, ну, такой вот очень-очень интересный период был в жизни. Интересный и сложный? Знаете, если убрать туда материальный недостаток... Ну, он у всех тогда был. Ну, не у всех, конечно, очень-очень много. То, ну, интересно, сложный, ну, не знаю, смотря вот сама работа, ну, не знаю, когда она нравится, когда получаешь от нее настоящий кайф. Ну, вряд ли это можно назвать сложно. Все равно же пришлось бросить это, ради того, что нужно купить, ну, ребенку книги и за что-то их кормить. Не жалеете, что все-таки не оставили, ну, какие-то там подработки бы нашли, но все-таки больше в науку? Ну, подработки у меня как раз были постоянно. У меня помимо вот снятия наукой, все равно, чтобы хоть как-то прокормиться, все время было там 4-5 подработок. То есть, это процесс нормальный. Ну, нет, не жалею. Не жалею, во-первых, потому что никогда не стоит вообще жалеть о том, что ты сделал, потому что это твоя жизнь. То есть, это, ну, как можно в этом сожалеть, это же твое развитие, твой выбор, это первое. А второе, слава богу, так, там, где-то звезды сошлись, там, что у меня как бы получилось, получилось добиться каких-то результатов и в том деле, которым я занялся, да. Первый свой тепловоз, помните? Да, конечно. Как это было? Если не очень интимный вопрос. Это было, это, конечно, было достаточно авантюрно, потому что, ну, приличным до тепловоза это были просто… Ну, как спокойно сейчас рассказываешь. Нет, ну, понимаете, в любом бизнесе без определенной доли здорового авантюризма, ну, просто бизнеса не получится, потому что это всегда определенные риски, это всегда ответственность, которую ты берешь на себя. И всегда вопрос, ту ответственность, которую ты на себя берешь, нужно всегда понимать, вот, насколько ты сможешь ее, ну, скажем так, ответить, реализовать это все. Как это происходило? Я слышала просто некоторую информацию, что это в поводу того, что где-то в поле и палатка, офис, машина, что-то. Ну, это уже было, это уже было позже, это уже было позже, это уже был вот первый тепловоз, который тут сделан, потому что первый я делал в корпорации с другими предприятиями, в других городах. А тут первые, когда делали, это уже тоже был такой здоровый, но тут уже другой, был уже гораздо больше опыта, уже было понимание, что и как. Но, да, тут не было, собственно говоря, не было здания, не было ничего, действительно, только были рельсы, была большая брезентовая палатка. Ну, ничего, сделали, и сделали хорошо. Скажите, Вячеслав Симченко не имеет своего кабинета отдельного? Ну, да. А не хочется? Да. Я понимаю, что вы несете этим, что вы хотите показать, но все-таки не хочется иногда как-то закрыться и спрятаться, просто побыть вне коллектива, просто подумать, там, стратегию развития, как это все? Нет, ну, так, когда надо уйти глубоко в себя, и, конечно, вот в суете, ну, каких-то размышлениях говорить не приходится, там, но при этом в этой суете какие-то рождаются такие точки отчета, рэперные точки, которые потом в совокупности тебе к чему-то и приводят. То есть вам помогает то, что вот вы работаете, вокруг вас люди, ваша команда? Конечно, конечно. Для меня это крайне важно, это основа, потому что, ну, во-первых, это эффективно идет процесс управления, потому что гораздо меньше тратится время на обсуждение, на принятие решений. Во-вторых, это, ну, абсолютная открытость для всех, для всего офиса, для всех рабочих, потому что рабочие в цехе, тоже там большое окно, они видят, что происходит в офисе. Поэтому, знаете, зачастую на многих предприятиях есть такие моменты, рабочие всегда рассказывают, что в офисе бездельники, а офисные работники рассказывают, что рабочие бездельники, да. А тут все видят, кто в каком режиме работает, и все, никто ни у кого, ни от кого не прячется, все на глазах, и, ну, не знаю, мне такой формат нравится. И у меня, ну, как бы ни малейшего желания нет откородиться, там, завести себе, там, секретаршу или двух. Тогда, получается, следуя из ваших слов… Кофе делаю сам себе тоже. Что сотрудники не должны вас как-то раздражать или, ну, должны быть частью вашей команды. А по какому принципу вы отбираете людей, которые вот крутятся вокруг вас, работают с вами? Ну, если человек, с которым ты работаешь, если он тебя раздражает, то, ну, я не представляю, насколько это может быть эффективной работой. То есть это будет… Даже если он крутой специалист? Ну, вот как человек… Ну, я думаю, все-таки это все равно будет не на пользу, потому что кем бы ни был крутым специалистом, но если нет контакта, то его потенциал, он просто не будет работать. Он будет, этот его потенциал, профессионал, вот, сидеть глубоко внутри, да, но если нет нормального контакта, если нет отношения, то не будет, не будет этой работы. Конечно же, должно быть комфортно. То есть люди не должны раздражать друг друга. Ну, меня, по крайней мере, из моих работников не раздражает никто. А раздражаю ли я их, ну, не знаю, наверное, по-разному бывает. Скажите, в одном из интервью вы сказали, что бизнес должен быть честным, иначе это мошенничество. А сейчас в Украине легко ли работать по такому принципу? Ну, знаете, сейчас, вчера, завтра, ну, неважно, знаете, времена они выбирают, в них живут и умирают. Вот, поэтому времена, они, по большому счету, всегда одинаковые. А бизнес такая штука, что она просто нечестность не прощает. И достаточно один-два раза повести себя непорядочно с партнерами, с заказчиками, не выполнить свои обязательства, и ты останешься на обочине с тобой, просто работать не будут. Поэтому тут все просто. Кроме того, что вы создали завод, ну, фактически, с ноля, вы еще, наверное, можно так, может, я громко скажу, создали такой большой социальный проект тоже с ноля. Это когда начался вооруженный конфликт на Востоке, начали, мне так кажется, может, я не знаю полностью информацию, не ждя никакой указки сверху, начался ремонт военной техники. И в ФОПС была статья о вас, что, ну, там, под названием «Чему научила война промышленников?» Чему научила война промышленника Симченко? Ну, конечно, каждый хочет в ФОПСе появиться в другой категории. Ну, да, но пока что есть. Чему научила война? Оставаться человеком, а не промышленником, в первую очередь? Война, не знаю, война не учит, мне кажется, война просто проявляет. Это как лакмусовая бумажка, как катализатор. Каждый человек просто проявляет свою внутренность. Кто-то с одной стороны, кто-то с другой. Насколько она учит, ну, не знаю. Взрослого человека вряд ли можно чему-нибудь научить. Поэтому тут я не думаю, что она кого-то, в принципе, чему-то научила. Выводы какие-то где-то делать, да. Какие, например, сделал выводы я, ну, оно показало, как вся страна отреагировала на эту ситуацию. Мы видели, как действительно, там, где-то бабушки какие-то деньги несли, задавали волонтерам на закупку тех же бронежилетов, касок. То, что делали мы, ну, это было, по-моему, абсолютно естественное движение. И тоже мы тут не одиноки, очень много предприятий выполняли эту роль и сегодня продолжают. Потому что действительно то состояние, в котором находились наши войска, ну, скажем так, они были далеки от мощной обороноспособности. И особенно касается технического состояния. И, ну, кто, как не мы, должны были помочь решить эту проблему, поддержать эту армию. Потому что, если видишь, что техника, выходя за пределы части, тут же останавливается, не едет дальше. И зачастую те же там солдаты, не знаю, с какой стороны там за тот ключ взяться, но их этому не учили. Поэтому это было совершенно какое-то такое естественное, естественное по-моему действие. А проекты социальные, по фотографиям наши, аэропорт, это для вас что? Это оно само собой как-то получилось? Ну, конечно. Опять же, что касается аэропорта, ну, там есть ряд, я всегда говорю, случайностей. Это какой-то последовательный закономерностей. Там получилось, почему аэропорт? Потому что, ну, у нас, у меня, в частности, сложились определенные отношения с Сергеем Танасовым. Сложились как? Потому что два раза его БТ ремонтировали. Первый раз, когда они только пытались выйти в зону, то потом, уже получив там повреждения, он опять пригнал, попросил, чтобы мы его восстановили. Ну, и как бы так сдружились. Будучи в аэропорту, он сдружился с Лойко. Поэтому, как бы так, в процессе общения возник этот проект. Что касается проекта «Наши», ну, то, не знаю, когда так спонтанно, не знаю, что-то захотелось. Тем более, может быть, немножко стали об этом меньше говорить. Эта тема как бы стала в каком-то смысле там не модная, вот, а оно же все продолжается. И ребята эти, которые и там, и тут, ну, не знаю, это так спонтанно, спонтанно возникло желание. Идея была чуть в другом формате, в процессе обсуждения вот она трансформировалась в то, что получили. Вы такой серьезный человек, вот рассказываете о себе, про мальши. Да нет, это так, это с виду. И тут на один из первоапреля, кажется, если я не ошибаюсь, вышел вот клип с Любаровым, Виктор Аджамский, там, отснял это просто шедевральное видео. Скажите, и что, есть в этом городе приличных паровозов? Ну, что бы да, так нет. И что, даже некому пустить дым? Ну, если надо. Постой, паровоз, не исключите колеса, есть время взглянуть судьи волоса. Пока еще не поздно нам сделать остановку, как духа, нажми на тормоза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, как духа, нажми на тормоза. Не кажется, что будет вас как-то воспринимать не как серьезного такого мужчину? Ой, не знаю, это нет. На имидж. Над имиджем вообще работаете? Нет, зачем? Зачем над ним работать? Он, ну, у каждого есть, такой он есть, зачем надо быть таким, каким ты есть? То есть, пытаться делать у нас столько искусственного всего в жизни, что, мне кажется, натуральности какой-то во всех смыслах иногда не хватает. Вот, насчет того серьезно-несерьезно, знаете, есть гениальные слова, что у нас очень много глупостей делается с очень серьезным выражением лица. Да, поэтому улыбайтесь, да, это в фильме «Сто самое Мюнхгаузен» была эта фраза, и она действительно очень такая, мне нравится. Поэтому не стоит бояться быть смешным, если ты можешь себе это позволить. Я знаю, что вы очень оберегаете свою семью от всех публичных вопросов, в том числе, и вот эта ситуация про коктейли молотого, когда у вас был неприятный момент, когда жену с ребенком в отделе под охраной. Вы приоткроете сегодня немножко о своей жизни? Господи, дай бог, с 87-го года, да, на первом курсе мы познакомились. Мы вместе с ней учились в университете на Мехмате, познакомились. Тогда было принято студентам ездить в колхоз, помогать собирать помидоры, картошку и все прочее. И вот на просторах помидорных полей состоялось наше знакомство. Потом в 90-м году, это был третий курс, это знакомство превратилось уже в семейную жизнь. Жизнь, потом еще через три года родился сын, поэтому вот и того, сколько там, страшно подумать, сколько лет вместе. Вот, да, потом еще дочка тоже нас порадовала. Тут работает счастливая женщина, как мне кажется. Если бы была несчастлива, наверное, ушла бы. А на ваша опора? Ну, конечно. Знаете, есть такой армейский тост, затылы. Такой вот, ну, конечно же, семья от отыл. Это то, куда мы приходим зализывать раны, потому что тут работа, это все равно всегда какие-то схватки. Это всегда определенная... Бывает и агрессия, всякое бывает. А дом этот, там, где ты пришел, панцирь свой оставил на пороге и весь, как улитка, восстанавливаешься, подзаряжаешься, конечно. И здесь толстый британский кот. Да, 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 очень наглый, ленивый, ну, по-моему, даже лень есть. Есть, то есть, мне кажется, еще чуть-чуть, ему скоро уже будут просто закидывать эту, открывать вот так вот, потом будут забрасывать. О творчестве. Вы творческий до безумия. Вы будете издаваться? Ой, не знаю. Вот была эта мысль тогда, когда вот был период активный. 2005 год? Да, 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 вот тогда, не знаю, что-то вот, опять же, спонтанно там родились эти рассказы, что-то так захотелось. Вот, потом даже в нескольких конкурсах участвовал, даже победил несколько. Вот, был издан, кстати, тоже, нет, два рассказа в Украине каких-то журналах литературных печатали. И практически все были напечатаны за рубежом, тоже литературно, русскоязычный литературный журнал. Они там были изданы. А издавать? Ну, можно загуглить и сам издать, допустим. Там есть Вячеслав Семченко, можно ознакомиться. Вот, ну, не знаю, может быть, когда-нибудь будет на открытение там все собрать. Николай встал для вас родным городом? Вот, я не знаю, что такое вот в этом смысле родной, неродной. Знаете, есть места, где живешь, где работаешь, где ешь, где пьешь. Понимаете? И просто надо, надо любить все, что вокруг тебя. Опять же, очень, очень много людей, зачастую особенно характерно многим политикам, которые наперебой кричат про родной город, любимый город. Красивая фраза, любимый город. Да, вы знаете, я говорю, вот слова, особенно вот такие громкие слова, зачастую они нивелируют действия. Поэтому об этом надо вот меньше рассказывать, как ты там что-то там любишь. Неважно, город это, либо женщина, либо дети, либо родители, либо двор, все равно. Вот, надо просто вот любить все, что есть вокруг тебя и делать что-нибудь, чтобы оно стало все это еще лучше. Чтобы женщина твоя была с каждым днем лучше. Чтобы дом твой был лучше, красивее. Улица, город, страна. Поэтому я в этом смысле, наверное, такой космополит. Спасибо большое за интересную беседу. Я еще что-то новое открыла для вас. Спасибо. Спасибо, спасибо. А кафе СТ мы дякуем за заатышную атмосферу. СТ мы дякуем за заатышную атмосферу. СТ мы дякуем за заатышную атмосферу.